А теперь о смерти Людмилы Гурченко. Сегодня Москва прощалась с выдающейся актрисой. Тысячи москвичей пришли в Центральный дом литераторов, чтобы проститься с Людмилой Гурченко. Среди тех, кто принес цветы, гробу Гурченко были не только ее друзья, но и политики, деятели эстрады, а также многочисленные поклонники ее таланта. Людмилу Гурченко похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Вячеслава Тихонова и Олега Янковского. О том, почему мы так любили Людмилу Гурченко и почему будем долго помнить о ней, Лина Зубарева. Ну и как? Груз симпатичный. Даже тем, кто не знал ее лично, казалось, они знают ее уже много лет. Озорная и зажигательная, ей было словно тесно в кадре. И на сцене, и в кино Людмилу Гурченко просто невозможно не узнать или с кем-то перепутать. Она была такой, какой никто, никогда не до, не при ней, но и никогда после нее не будет. У нее был свой стиль исполнения, своя пластика, все свое. Это уже само по себе, конечно, как раз и есть признак выдающегося художника, наличие своего стиля. Мне кажется, она физиологически превращалась. Вот настолько она была актриса, что мне кажется, что в каждый раз, когда она что-то делала, она физиологически становилась тем человеком, который на экране. Девочка из простой семьи. Мать – массовик во дворце пионеров, отец – рабочий баянист. Он всегда верил, его дочка станет настоящей артисткой. Позже носил с собой пачку ее фотографий, которые сам же и подписывал. Марк Гурченко – отец актрисы. И раздавал всем желающим. От отца ей достались острый язык и стойкий характер. Товарищ лейтенант, вы свидетель, что я отдала ему его паханую сдачу. Его фразу «Если тебе плюют в спину, значит, ты идешь вперед» Люся запомнит на всю жизнь. Еще в детском саду ее называли «Музкомедия», а в школе она уже точно знала, что будет актрисой, и никакие химии с физикой ей не нужны. Девочка из Харькова уже в 20 лет получила то, о чем многие и мечтать не могли – любовь всей страны. Клубный работник Леночка Крыловой с карнавальной ночи покорила и простых смертных, и всю партийную элиту. По вечерам у подъезда молодой актрисы дежурили автомобили. Неслыханная роскошь. Сынки партийных боссов приезжали свататься. Она всегда пользовалась неизменным успехом у мужчин. Пять официальных браков и толпы поклонников. Как у вас было? Я ужас как люблю. Откровение в любви от своих подруг. В середине 60-х она пропала из кино. Ее просто перестали снимать. Личный запрет министра культуры. Актрису обвинили в том, что она дает левые концерты, и вообще ее вертлявые штучки-дрючки позорят советское общество. Это забвение длиной в 10 лет стало для актрисы самым страшным испытаниям в жизни, когда есть все – молодость, красота, здоровье и безумное желание сниматься, а не дают. Потом она всегда будет стремиться наверстать упущенное. Многие именно этим объясняют ее вечное желание выглядеть моложе. Однажды на моем творческом вечере мне кто-то сказал, а вот Гурченко, как вы относитесь к тому, что она там подтягивает лицо и так далее? Я задала им прямой вопрос. Я говорю, скажите, а если бы она весила 100 килограмм, у нее было бы одряблое, дутловатое старое лицо? Вы бы на нее ходили, они засмеялись, сказали нет. Она актриса. Больше всего на свете она ненавидела бездарных и ленивых людей, таких могла и послать открытым текстом. Те, кто работал с ней на одной площадке, говорят, что не видели, чтобы кто-то настолько отдавался профессии. Огромное ей спасибо за этот дар, за те уникальные минуты и часы, которые она отдала и подарила всем нам. Светлой памяти, уникальной, неповторимой, удивительной женщине и очень талантливой, даже, как сказал бы, жертвенной актрисе. В 76-м году новый удар, после которого, казалось, вернуться в кино просто невозможно. На съемках детского мюзикла «Мама», где все актеры катались на коньках, клоун Олег Попов упал на Людмилу Гурченко и коньком раздробил ей голеностоп на 19 осколков. Такие травмы без следа не проходят, но очень скоро актриса научилась не только ходить на каблуках, но и танцевать так, чтобы никто не заметил. Это всем понятно, что она актриса замечательная, но она совершенно не легковесная актриса. Она содержательная, космически наполненная, она планета. От легких совершенно жанров до почти трагического. Все было ей подвластно и доступно. А посмотрите в старых клячах. Она же не боится быть страшной, некрасивой, старой. Ты старая уже. Совсем. Понимаешь? А танцуешь, как это, Майк Джексон какой-то. И тут же, следом, через какие-то там несколько минут, мы видим, какая она роскошная, блистательная. Ну, не каждая актриса может, знаете, в таком возрасте похвастаться. Пардон. Не телом таким, не пластикой такой, и не статью такой. Каждая ее роль становилась народной. И официантка Вера из вокзала для двоих, и Тамара Васильевна из «Пяти вечеров», и любимая женщина-механика Гаврилова Рита Соловьева, и, конечно же, разлучница Раиса Захаровна. Здравствуйте. Прошло 30 лет, а «Любовь и голуби» до сих пор одна из самых любимых инородных комедий. А как назови-то? Кого? Девчишка-то. Раиса Захаровна. Удивительная биополе, она захватывала сразу. И когда, особенно когда ты оставался с ней в такой очень большой компании, это такой кладисфер, такой юмор. Ну, и то, что она держала себя в форме, это вообще отдельная тема для разговора. Отдельная вот у мамы до «Любови и голуби» раньше 10 утра она не снималась, потому что она занималась станком, гимнастикой. Она говорит, а как иначе? Мы в профессии. Как можно распустить себя? Как можно ходить халдой? Вот она всегда была подтянута всегда в форме, и это всегда восхищало. О ее формах говорили не меньше, чем о ее ролях. О том, что талия у нее самая узкая в Советском Союзе, что со школы сохраняет один и тот же вес, а в 70 лет влезает в платье из «Карнавальной ночи». И на экране и в жизни ей всегда удавалось оставаться настоящей женщиной. Она была очень умная женщина, что вообще не так важно для актрисы, честно говоря, любого масштаба, но и не так, прямо скажем, часто встречается. Вот про нее фильм можно снимать. Вот про нее можно снимать фильм. Вот уж она вообще, вот в моем представлении, она некая такая квинтэссенция вообще, вот этой профессии. Со всеми ее плюсами, со всеми ее минусами, кстати. До последних дней она оставалась настоящей звездой. Снималась в кино и в клипах, записывала песни, давала интервью и с размахом отметила 75-й день рождения. Летит жизнь, и нигде нет остановки, знаете, и нигде не присядешь. И все реже и реже что-то приходится делать в первый раз. А все проклятое слово никогда. Может, меня больно все уважают, что я для вас, и это уже точно, никогда не сыграю маленькую веру. На какую-нибудь интер, тетю Веру, я для вас еще и рвану. Русская Марлен Дитрих, как ее часто называли, с ее уходом ушла целая эпоха отечественного кинематографа. Помните, она говорила, я хочу умереть красивой. Ведь так и получилось. Все вы губы помните, все вы думы знаете. Лена Зубарева, Александр Петров, Сергей Прокофьев. Аналитическая программа «Постскриптум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова